Кыргызстан обрел энергонезависимость. В эксплуатацию запущена линия электропередачи Датка-Кимин. Торжественная церемония запуска состоялась накануне с участием главы государства в преддверии Дня Независимости. Говорить о строительстве линии электропередачи начали давно, еще с советских времен, но реализовывать проект начали лишь 5 лет назад. Итак, Датка-Кимин соединит подстанции Датка на юге и Кимин на севере республики. Протяженность линии 405 километров, мощность 500 киловатт, стоимость проекта 390 миллионов долларов. Их мы получили в виде льготного кредита от экспортно-импортного банка Китая. К слову, подобные займы предоставляются только странам-членам ШОС. До 2009 года объединенной энергосистеме Центральной Азии существовал принцип параллельной работы, поэтому энергосистемы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана не платили друг другу за перетоки электроэнергии. Сейчас вот линии позволяют северным областям не транспортировать электроэнергию через соседей. Канад Канеметов побывал на открытии объекта, уже названного прорывом в отечественной энергосистеме и проектом века. Мы сейчас находимся на подстанции Кимин. Эти линии тянутся по горным хребтам до подстанции Датка. Протяженность линии электропередач 405 километров. Три года назад, когда здесь закладывали капсулу, многим, откровенно говоря, не верилось, что энергообъекты удастся достроить. Скептическое отношение к этому проекту высказывали даже специалисты в сфере энергетики. Говорили, что государство и власть слабы, и осуществлять такие масштабные проекты им не под силу. Ну вот, прошло время, и ЛЭП Датка Кимин вводят в эксплуатацию. Церемония ее открытия состоялась на подстанции Кимин. Алмазбек Атамбаев вместе с энергетиками разрезает ленточку. Президент проходит в здании управления. Ему докладывают, что ЛЭП и подстанции работают в штатном режиме. А это значит, что энергопроект, имеющий не только экономическое, но и политическое значение, официально запущен. В преддверии 24-летия независимости создано собственное внутреннее энергокольцо. Теперь Кыргызстан не зависит от соседей. Даже если Узбекистан и Казахстан вдруг решат выйти из центрально-азиатского энергокольца, север Кыргызстана не останется без света. Китайская компания дает гарантию. Эти энергообъекты будут работать надежно, без сбоев. Подстанция Кимин своего рода северная столица кыргызской энергетики. Именно сюда по линиям электропередачи энергия поступает с Токтогульской ГЭС. И отсюда идет ее распределение по северу Кыргызстана. По 8 линиям 220 кВт она распространяется по всем северу нашей республики. С Токтогульской области, Народинской области, город Бишкек и Чуйская область. Центрально-азиатское энергокольцо сейчас продолжает действовать. В чем заключается энергонезависимость Кыргызстана? А вот в чем. А вот независимость будет обеспеченная. Даже если они выйдут, у нас будет все нормально. Конечно, нормально. Это если они отошли от кольца, значит, Кыргызстан не может обеспечиться электронно. Такого не будет. Будет нормально. Шантажировать Кыргызстан по принципу Варвары Сергеевны не будут брать отключим газ, а в нашем случае электроэнергию уже не получится. Алмазбек Атамбаев назвал это событие историческим. Через 24 года после обретения политической независимости Кыргызстан обретает энергетическую. Отныне чиновникам от правительства больше не придется с поклоном идти к соседям и умолять их не выходить из кольца. Возможно, нам могут отключить там газ или что, но электроэнергия. Электроэнергию нам больше никто не отключит. И больше того, мы начнем экономить немалые деньги, потому что ежегодно за транзит мы платили миллионы долларов США. Миллионы долларов США. И поэтому я хочу от всей души поздравить присутствующих, я честно скажу, с этим историческим днем, этим праздником, этим праздником для всех кыргызстанцев. Поздравляю! Поздравляю! Даткакимин стал самым крупным энергетическим проектом за годы независимости. Но останавливаться на этом нельзя, считает президент. Впереди запуск новых мощностей. В Верхненарынского каскада ГЭС, Камбаратинской ГЭС-1, идет реконструкция Токтагульской и Атбашинской гидроэлектростанции. Прорабатывается вопрос строительства Каракичинской ТЭС. Но помимо электричества нужно искать и другие источники энергии, уверен глава государства. «Газпром», например, рассматривает возможность строительства газовой электростанции, сообщил Атамбаев. Вы, наверное, знаете, что в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией все области нашей страны будут газифицированы. Все области. Это будет большая экономия потребления электроэнергии, потому что там, где сегодня готовят на электроэнергии, отапливается электроэнергия, будут переходить на газ. Это тоже высвобождение мощностей. И я знаю, что российские инвесторы планируют газифицировать около 60% территории Кыргызстана и будет обеспечено голубым топливом в 400 населенных пунктах. Объем инвестиций составит больше 700 миллионов долларов. И, кроме того, сегодня я могу сказать о том, что руководитель «Газпрома» Алексей Борисович Миллер обещал мне рассмотреть вопрос о строительстве в Бишкеке пиковой электростанции, работающей на газе. Я знаю, что «Газпром» Кыргызстан уже ведет определенную работу, подбирает такие быстро собираемые электростанции и довольно солидной мощности. После реализации всех этих проектов мы обеспечим не только себя своей собственной электроэнергией. Сегодня, вы знаете, мы вынуждены импортировать электроэнергию, но мы, Бог даст, сможем в будущем экспортировать нашу электроэнергию. И это тоже время быстро пролетит. Но все эти вещи надо планировать заранее. Если бы мы начали строить 24 года назад, разве мы 24 года ходили бы на коленках? Перед каждой зимой умоляли, будет зима, будет свет, не будет свет. Надо всегда планировать на много лет вперед. Тем более энергетика – это становой хребет не только промышленности, всего народного хозяйства. Эксперты согласны с тем, что останавливаться на достигнутом нельзя ни в коем случае. Необходимо укреплять независимость по всем направлениям. Один из примеров – ТЭЦ-столицы, имеющая огромный потенциал. Ее сейчас реконструируют. Потенциал этой электростанции на севере республики, он незаменим. Если взять и все перевести электрическую плюс тепловую энергию в мегаватт, то мощность электростанции, установленная мощность электростанции, она превышает даже мощность тактогольской газы. Настолько необходима балансовая мощность юг-север. И сейчас, в условиях, когда построена вот эта линия подстанции Даткак-Имин, линия электропередач, 500 кВт, вот этот баланс все равно, понимаете, коромысло как бы, север-юг. Здесь мощный энергоузел. Там, значит, вся эта линия, она способна пропустить всю мощность, будем говорить, каскада, даже включая и Камбарату-2. Проект Даткак-Имин удалось реализовать благодаря поддержке Китайской Народной Республики. Финансировал строительство Эксимбан Китая. Объекты возводила компания ТИБИЭЙ. Алмазбек Атамбаев выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпиню. Сегодняшнее открытие показывает, что многомиллионные инвестиции, они быстро дают отдачу. Тем более, когда наши друзья дают нам кредиты долгосрочные на таких льготных условиях, фактически даром надо этим пользоваться. И я сейчас хочу особо поблагодарить председателя Китайской Народной Республики, уважаемого господина Си Цзиньпиня, потому что по какому бы я вопросу ни обращался, уважаемый председатель Си Цзиньпинь никогда мне ни разу не сказал слова нет. Громадное спасибо за поддержку. Трудное время в нашу страну. Такая поддержка, она нам, конечно же, очень нужна. И эту поддержку мы ощущаем и в энергетике, и в транспортном строительстве, в дорожном строительстве и во всех других направлениях. Поэтому я хочу выразить благодарность руководству Китайской Народной Республики, конечно же, Эксимбанку Китая. И я хочу отдельно отметить очень качественную, очень мощную работу китайской компании TBA. Сколько разных сплетен, сколько разных слухов было вокруг компании TBA, но мы видим, что эта компания работает, во-первых, очень качественно, и по просьбе киргизской стороны она всегда работает на опережение. Вот и сегодня мы досрочно открываем ТКУКИМИД, досрочно. По-моему, чуть ли не на полгода, если не больше. На полгода. Люди работали день и ночь, вы посмотрели, в каких условиях они работали. Я за это хочу отдельно поблагодарить компанию TBA и президента TBA. Ну и, конечно же, я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом, как энергетики сказали, проекте века и в строительстве подстанции Самад, линии Самад, подстанции Датха, подстанции Кемин, и вот высоковольтная линия Датха Кемин, всех строителей, всех руководителей Министерства энергетики, всех, кто приложил к этому усилия, тех, кто начинал эти проекты со мной. Линии электропередачи строили в тяжелейших условиях. Опоры устанавливали порой на высоте более 3000 метров над уровнем моря в минусовую температуру. Такие условия в китайской компании назвали одними из самых трудных в мире. Я думаю, в дальнейшем зависимость другой республики Казахстана, Извекистана не будет. То есть мы свободно свои потребители будем обеспечивать беспервойное электроснабжение. Очень я благодарен китайскому народу, их персоналам, их работникам, которые участвовали, несмотря на зиму, на такую высоту, на такую сложность, они построили, свои цели достигли. Лэп Татка Кимин, несомненно, касается каждого жителя Кыргызстана. Нет человека, который мог бы представить свою жизнь без света. Энергию, которая вырабатывается Тахтаусским каскадом на юге, будем получать напрямую уже у себя здесь. Поэтому это в истории развития гыргызской энергетики очень такой, можно сказать, большой этап развития энергетики. Внесших особый вклад в строительство подстанции Датка и Кимин, линии электропередачи будут представлены государственным наградам, сообщил Алмазбек Атамбаев. Он уже дал соответствующее поручение комиссии по госнаградам.